Объясняю, почему умственная отсталость не означает глупость. Я инвалид с детства и у меня в медицинских документах написано олигофрения в стадии имбицильности, то есть довольно тяжелая степень умственной отсталости. Эта фигня у меня возникла, потому что у моей мамочки было ожирение матки и поэтому плод плохо снабжался кислородом. Это примерно как если немножко утонуть и не дышать несколько минут. Мозг не снабжается кислородом и разрушается. То есть у моей мамы были медицинские показания к аборту, но ее кто-то отговорил от аборта. То есть я классический зато не аборт. Собственно, поэтому у меня есть интерес к теме абортов и желание получить материальную компенсацию за моральный ущерб от тех, кто хочет запретить аборты. Последствия этого у меня видны на МРТ головы и болезнь правильно называется энцефалопатия, то есть энцефалон, мозговое вещество, патус, заболевание. А олигофрения, она же умственная отсталость, это субъективное проявление болезни, выражающееся в том, что дети не справляются со школьной программой. Лично я плохо просыпаюсь, все делаю медленно. В том числе медленно пишу, читаю и даже думаю. Иногда просто торможу в результате. В школе сижу за партой, как пофиг. Мне все пофиг. Я создаю всем проблемы, и поэтому для училки проще поставить мне тройку и попросить не ходить в школу, чтобы никого не раздражать и никому не мешать своим присутствием. Кстати, то же самое будет с ребенком, у которого здоровая голова, но больная спина или ноги. Ему тяжело передвигаться, постоянно что-то болит. Если он доходит до школы, то ему уже строго пофиг на все. Он так же, как и я, сидит за партой, как пуфик. Ему все пофиг. Ему ставят ту же самую умственную отсталость при абсолютно здоровом мозге. Что касается классификации, дебил, имбецил, идиот, то это морально устаревшие термины, которые в психиатрии больше не используют, а используют только лишь как ругательство. Например, применительно к водителю, у которого есть справка о психическом здоровье, но он так управляет автомобилем, что рискует угробить и себя, и окружающих. Умственно отставый ребенок может быть довольно умный и эрудированный. Например, если он смотрит в интернете образовательный, познавательный контент, а потом решает олимпиадные задачи и побеждает на конкурсах. Это безумно бесит учителей, потому что приходится объяснять начальству, почему у ребенка в документах умственная отсталость, а он решает задачи повышенной трудности. Разумеется, надо организовать, чтобы ребенку понравилось решать эти задачи, а для этого надо, чтобы родителям на него было не пофиг. Но на больного ребенка, как правило, всем всегда пофиг, потому что он бесперспективный. А когда ребенок вырастает из школьного возраста, то само понятие умственной отсталости становится неактуально, потому что не с кем сравнивать, абсолютно некорректно сравнивать умственные способности дворника и инженера. Лично я сейчас с удовольствием смотрю и слушаю образовательный и научно-популярный контент на самые разные темы, потому что мне, как блогерша, чтобы что-то интересное рассказать своим зрителям, надо сначала самой что-то интересное узнать и проявление энцефалопатии, которые мешали мне учиться в школе. Мне в этом не мешают, потому что мне не надо рано вставать и идти на урок, быстро читать и писать, и терпеть буллинг от сверстников и оскорбления от учителей. Ну и авторы современного познавательного контента рассказывают интересней, чем школьные училки. Да и сам контент я слушаю, когда у меня есть желание что-то интересное послушать. Надеюсь, я понятно раскрыла тему своей инвалидности. Если это видео наберет много просмотров, то я расскажу о своем опыте общения с врачами и пациентами психбольниц и психдиспансеров.